Центр избирком Беларуси В бюллетень попало пять фамилий, а именно Александра Лукашенко, Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Конопадская и Сергей Черечень. Сейчас предвыборная гонка находится на этапе агитации. Кандидаты проводят пикеты и выступают в эфире государственных СМИ. Сегодня в эфире радио свои программы презентовали Светлана Тихановская и Андрей Дмитриев. В среду к избирателям смогут обратиться Анна Конопадская и Сергей Черечень. Выступления в эфире ГОСТВ начнутся во вторник. Напомним, действующий президент Александра Лукашенко от права выступать в эфире радио и телевидения отказался. До выборов президента Беларуси остается менее трех недель, основной день голосования 9 августа. Беларусь входит в топ-3 государств, где живут и работают самые квалифицированные айтишники. По этому показателю наша страна даже обгоняет Швецию, Сингапур, США, Китай и Германию. Об этом говорит статистика, опубликованная в глобальном отчете образовательной платформы Coursera. За последний год эта платформа занималась исследованием навыков 65 миллионов человек. Специалисты проанализировали данные жителей 60 стран и 10 отраслей. В итоге они пришли к выводу, что самые квалифицированные айтишники живут в России. А второе место рейтинга заняла Беларусь. Высокие показатели у нее наблюдаются и по уровню квалификации сотрудников в области Data Science – наука о данных. Здесь Синеокая занимает восьмую строчку, обгоняя Швецию, Сингапур, США, Китай, Японию и еще 39 стран. В Беларуси запретили продавать некоторые сладости. Под ограничение попала пирожное Рафаэла, которое выпускают на МОС Пекарь производстве. По данным Госстандарта Беларуси, в состав десерта входит многокомпонентный ингредиент маргарин столовый 82-процентный. Он содержит недопустимый в пищевой продукции эмульгатор Е441. Этого компонента нет среди пищевых добавок, которые разрешены для применения при производстве пищевой продукции. Кроме того, теперь в Беларуси запрещено продавать российский зефир от ООО «Кондитерская фабрика». Белорусские специалисты пришли к заключению, что в состав этой сладости входит краситель Понса 4Р Е124, о котором ничего не упоминается на упаковке. Вещество может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. ВОЗ дали прогноз по массовой вакцинации от COVID-19. Она может стартовать уже в середине следующего года. Об этом заявила замглавы Всемирной организации здравоохранения Сумиясваминатан, уточняет Deutsche Welle. Представительница организации напомнила, что сейчас клинические испытания проходят более 20 вакцин-кандидатов. И есть надежда, что некоторые из них сработают. При этом результаты могут получить уже к началу следующего года. Кроме того, тот факт, что антитела к вирусу могут исчезать через некоторое время, не считается доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета. Напомним, ранее ВОЗ заявили, что первыми вакцину от COVID-19 получат бедные страны. В приоритете будут медики и люди из группы риска. По данным ВОЗ, на 20 июля коронавирусом в мире инфицированы более 14 миллионов человек. Тем временем Минобороны России завершила клинические испытания вакцины от коронавируса. Последняя группа добровольцев выписана сегодня утром. Об этом заявили в российском военном ведомстве. Результаты проведенных анализов после вакцинации показали у всех наличие иммунитета COVID-19. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, а также жалоб на состояние здоровья со стороны добровольцев на момент выписки не выявлено. После обработки данных, осмотров, анализов и опросов планируется регистрация препарата. Британия перейдет на масочный режим. Наличие масок станет обязательным в магазинах и общественном транспорте страны с пятницы 24 июля. Об этом накануне в своем твиттер-аккаунте сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он подчеркнул, что в процессе выхода из карантина необходимо принять некоторые меры предосторожности. Ранее Лондон ослабил карантинные ограничения. Впервые за последние месяцы в Великобритании открылись бары, рестораны и парикмахерские. В то же время во Франции за отсутствие маски будут штрафовать на 135 евро. Ограничения заработали 20 июля. Полный перечень общественных мест, где вводится обязательный масочный режим, Министерство здравоохранения страны представит завтра. По предварительным данным, в маске нужно будет находиться в торговых центрах, закрытых рынках и парковках, банках и музеях. Аналогичный штраф уже работает для пассажиров общественного транспорта. В последние дни на западе Франции фиксируют резкий рост заболеваемости коронавирусом. Ситуация ухудшается и в столичном регионе Иль-де-Франс, включающем Париж, и окружающие столицу департаменты. За выходные на дорогах в Беларуси погибли 7 человек. Еще более 20 получили ранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. В субботу днем в Барановичах на мотоцикле разбился футболист местного клуба Евгений Дрозд. Он не справился с управлением, врезался в бордюр, после чего байк опрокинулся. Спортсмен погиб на месте, а 18-летнюю девушку-пассажира доставили в больницу. В субботу вечером под Ашмянами фура переехала человека. Грузовой автомобиль сбил 38-летнего жителя Кричева, который внезапно вышел на дорогу вне пешеходного перехода. В итоге мужчина погиб. Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло под Гомелем. Там пьяный водитель авто сбил 16-летних велосипедистов. Погибла девушка-подросток. Кроме того, по данным МВД, в минувшие выходные установлено 174 водителя, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также 431 человек, который сел за руль без прав. Запреты на посещение лесов действуют в 34 районах Беларуси. Об этом говорят данные специальной карты на сайте Минлесхоза. Так, по состоянию на утро понедельника, ограничение на посещение лесов работает в 15 районах Минского региона, 9 Гродненской и 10 районов Гомельской области. Это связано с высоким уровнем пожароопасности, который установился из-за жаркой, сухой погоды. Напомним, после небольшого перерыва запрет на посещение лесов снова ввели с приходом жары в начале июня. Ослеживать леса, в каких районах попали под ограничение, можно с помощью интерактивной карты Минлесхоза. При стабилизации пожароопасной обстановки эти меры будут снимать. Нарушителям запрета на посещение лесов грозит наказание рублем до 25 базовых величин, а если в результате нарушения был уничтожен или поврежден лес, то штраф составит от 25 до 50 базовых величин. Гран-при Славянского базара досталось представителю Беларуси. Награду получил музыкант из Минска Роман Волознев. Победителей конкурса исполнители эстрадной песни объявляли во время галоконцерта закрытие фестиваля в воскресенье. Беларуси из него 23 года, и ранее он уже побеждал в ряде международных музыкальных конкурсов. Он участвовал в проекте «Детская новая волна», а также в восьмом сезоне шоу «Голос». В августе 2018 исполнитель выпустил дебютный альбом под названием «Мгновение». Первая премия нынешнего Славянского базара уехала в Украину, вторая отправилась в Литву, а третью поделили исполнители из Казахстана и Боснии и Герцеговины. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"ЛЬНАЯ ЗАСТАВКА